Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надёжного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Партнер программы «Новости» – медицинский центр «Анапа-Океан». Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новости «Анапа-Регион» в студии Ирины Меркурьева. Здравствуйте. Итак, коротко о самом главном. Город, в котором хочется жить. По решению главы Анапы еще один городской сквер появится около пенсионного фонда. Готов к труду и обороне. Анапчане проверили свои силы в сдаче норм ГТО. Африканец с русскими корнями, потомок старинного дворянского рода Петр Шереметьев, побывал в Анапе с частным визитом. У пенсионного фонда будет сформирована территория под сквер. Поручение управления имущественных отношений дал глава Анапы во время рабочего объезда. Сергей Сергеев убежден, исторически сложившиеся места отдыха, конечно, надо обновлять и благоустраивать, но попутно формировать новые участки под парки, зеленые зоны и прогулочные бульвары. Где будет расположен сквер в честь 80-летия Краснодарского края? Во время рабочего объезда глава Анапы рассматривает разные варианты. Чехово не подходит. Новый сквер нуждается в новой прописке. Здесь можно продолжить благоустройство, как и на Парковой, где так и просится уютное место отдыха. Внести свой вклад готово старейшее предприятие города – ПТП. Там просят они назвать разбитым скверы, и они готовы в нем участвовать и обозначить его фамилии руководителя первого создателя, основателя этой организации. Да нет проблем. И они готовы. Если человек заслуживает, ищем, может тот досадить, там ламки поставить в благоустройство. Это все будет в благоустройство, но надо найти новое место. Приумножать зеленое убранство – приоритетная задача, которую Сергей Сергеев ставит перед службами. Если зеленстрой выполняет ее буквально, высаживая новые кустарники и деревья, то архитектура и управление имущественных отношений должны находить на карте города и формировать новые участки. За примерами далеко ходить не надо. Глава первым поручает сформировать участок у пенсионного фонда. Его срезать сегодня. Закроется вот это уродство из гаражей. И хороший будет сквер. Смотри, людей вот сколько. Вот, вон. Иначе кто-то заберет, найдет способ. И построит здесь еще одну многоэтажку. Вот давайте столбить. И вот здесь вот в край тоже подавать. И уже вот здесь можно проехать. Предложение главы города получит единогласную поддержку от жителей этого района. Рядом с многоэтажками очень нужны зеленые островки. Конечно, здесь очень было хорошо. Парковая зона мы только за то, чтобы здесь что-то благоустраивалось. Какие-то клумбочки, какие-то беседочки. Люди, чтобы отдыхали. Возможно, сделать какие-то детские сооружения, чтобы мамы выходили. Люди... Тем более, это пенсионный фонд. Приезжают люди пожилые, пенсионеры. Бывают часто длинные очереди. Вышли вот летом, чтобы было приятно здесь отдохнуть, посидеть. Я только как бы за, потому что там постоянно собаками гуляют. И дети то костры по осени жгут, то еще что-то как бы. Просто когда облагородят, будет чисто и приятно самим как бы мимо проходить. В текущем году в программу капитального ремонта включили замену кровли на 19 многоквартирных домах. Об этом сообщили в городском управлении жилищно-коммунального хозяйства. На днях в трех из восьми домов города-курорта приступили к замене лифтов по программе, которую сформировали годом ранее. За началом работ наблюдала наша съемочная группа. Рабочие перемещаются с этажа на этаж на платформе от старого лифта. Монтируют новые конструкции. Двери на этажах уже заменили. Осталась косметика. После этого установят привод и кабину. В доме 103 по Ивана Голубца заменят две машины. Николай Мамонтов – представитель домового комитета. Он инженер, поэтому ему поручили наблюдать за процессом. Работать начали 9 марта. Завершить должны 10 апреля. Работают ребята молодцы. Мы довольны. Быстро, сноровисто, без выходных работает. Полный рабочий день. Запчасти остаются коллективной собственностью жильцов. Представитель домкома намерен договориться об их обмене на установку видеокамер. Технику решено беречь. В новые кабины будет удобнее заезжать на инвалидных колясках. В доме есть те, для кого это важно. Пару лет назад стало ясно, что две машины нужно менять. И жители забили тревогу. Городская администрация помогла с заявкой в краевой фонд капитального ремонта. Было выделено более 3,5 миллионов рублей. Минувшей осенью провели конкурс, чтобы определить подрядчика. Всего заменят 9 лифтов в 8 домах. В трех из них, как и в доме на Ивана Голубца, работы уже идут. В течение полтора месяца подрядчик должен уложиться. Но смотря по графику, наш технодзор проверяет, укладывается. Есть договор о строительном контроле, о техническом надзоре. После того, как подрядчик выполнит все работы, технодзор проверит эти все работы. Потом приедет приемочная комиссия, это государский фонд, это представители министерства ЖКХ, это общественность, это собственники дома, мы управление ЖКХ. Ну, в общем, большая комиссия придет и будет проверять все эти дома. Также в рамках прошлогодней программы капремонта заменили кровлю на трех многоквартирных домах. На этот год запланированы работы уже на 19 объектах. Людям, в принципе, уже видно, что эта программа рабочая. Многое сегодня зависит от позиции самих жителей. Двор дома на Ивана Голубца не закрытый, но за ним следят. Есть видеонаблюдение. Все, что есть, сделано руками и на средства жителей. Недавно установили спортивный уголок для детей и средств, выигранных на конкурсе. Программа капремонта работает недавно. Средств, собранных жителями, пока недостаточно. Более 80% берут из общего котла. Фактически в долг под ответственность распорядителей. В этой ситуации, пожалуй, более значимо, насколько регулярно жильцы платят взносы в фонд капитального ремонта. В Анапе наметился прогресс в энергоснабжении. Третий год успешно работает инвест-программа по модернизации сетей. Реконструкцию электроподстанции «Пионерская» завершат курортным сезоном. Инвестиции по проекту составят порядка 900 миллионов рублей. Об этом в беседе с журналистами рассказал директор филиала «Кубаниэнерго» юго-западной электрической сети Дмитрий Головаха. Еще около 300 миллионов рублей компания планирует вложить в строительство и ремонт электросетей и трансформаторных подстанций. Это примерно на треть больше, чем в прошлом году. Основными точками приложения инвестиционных усилий будут Витязева, та часть, которая находится в ведении компании, Джигинка, а также Суко. Энергетики говорят о максимальном содействии со стороны местной власти. Что касается взаимодействия, нашего взаимодействия с администрацией НАПР, это колоссальное понимание, доверие друг к другу. Даже вот что касается реконструкции сейчас подстанции «Пионерская», мы понимаем, что у нас очень много работы как раз с администрацией. Я хочу сказать огромное спасибо и Сергею Сергею Павловичу, и его замам, специалистам, которые сейчас с нами работают. А это, сами прекрасно понимаете, прокалка кабелей, это и разрытие, это и получение разрешения на строительство. И все понимают, что этот объект, помимо своей масштабности, делается в кратчайшие сроки. И для чего он делается? Ранее мощности добавили на подстанциях в станице Анапское и поселке Джимите. По словам Дмитрия Головахи, уже в минувшем году число аварийных отключений на сетях «Кубанинерго» удалось сократить более чем в два раза. Руководитель филиала пояснил, что большая часть отключений, которые производятся сегодня, носят плановый характер. Они необходимы, чтобы вести ремонтные работы и подключать новые оборудования. Также к курортному сезону в филиале запустят единый центр приема звонков от населения. Позвонив туда, потребитель получит полную информацию об отключении и предположительном времени включения. Театральная площадь на один день превратилась в спортивную площадку. Десятки анапчан, желающих получить знак ГТО, прошли тестирование в соответствии со своей возрастной ступенью. Участие приняли 25 организаций. Это спортивные школы, студенческие и школьные команды, представители медицинских учреждений. Нашлись энтузиасты, которые пришли попробовать свои силы индивидуально. Проверить свои физические данные прибыли анапчане самого разного возраста. 235 спортсменов от 18 до 70 лет. Шесть видов тестов, входящих в нормативную базу ГТО. Мы хотим сегодня привлечь внимание всего населения города Курат-Анапа. И не только население города Курат-Анапа, но и всех отдыхающих, гостей нашего города. Которые могут сегодня зарегистрироваться на нашем сайте, сайте управления физической культуры и спорта. И в наших центрах сдачи ГТО спокойно сдать этот комплекс. Для того, чтобы получить или золотую, или серебряную, или же бронзовый значок ГТО. Самые большие команды участников представил Анапский колледж сферы услуг. Спортивная школа Олимпийского резерва номер 1, спортивная школа номер 4 и 5. Молодежь сразу приступила к силовым упражнениям. Василий Полончук впервые взял 16-килограммовую гирю здесь на тестировании. Результатом доволен 41 рывок за 4 минуты. Нужно это дело, потому что нужно повышать уровень здоровья, чтобы заинтересовывать молодежь, чтобы они занимались спортом, продвигать, чтобы здоровый образ жизни вели. Потому что когда человек занимается спортом, у него больше заинтересованности в здоровом, чем в плохом. У него будет меньше времени свободного, он будет тренироваться, ходить на учебу, дома отдыхать. У него не будет возможности заниматься плохими вещами. Но, как оказалось, молодые спортсмены рано радовались своим результатом. 60-летний пенсионер Юрий Каратаев с тем же самым спортивным снарядом совершил 113 подъемов за те же 4 минуты. Причем на эти соревнования попал совершенно случайно. Нашел информацию на сайте спорт в Анапе, там о том, что будет с отстязанием по ГТО. Ну, соответственно, выполнил требования, которые надо и здесь. Я вообще планировал чуть побольше, но как-то вот не успел, видно, подготовиться. И сильно сдал на последних подходах, на последних рывках, сильно сдал. Вместе с молодежью на соревнования пришли и их руководители. Ведь только личным примером можно показать, что спорт – это здорово. Впрочем, сдать нормы ГТО можно не только на подобных мероприятиях. Для населения есть возможность. У нас вывечен в официальном сайте центр тестирования, телефон. Мы можем дать любую консультацию. Будет сформирована судейская бригада. У нас сейчас есть, потому что прошли специальное обучение. У нас специально 14 судей, которые для именно тестирования нормативов ГТО. Мы готовы население принимать. И я думаю, что в дальнейшем у нас будут хорошие результаты. На этом соревнования норм ГТО не заканчивается. 18 марта в школе номер 6 пройдут соревнования по стрельбе. А 19-го спортивная школа «Виктория» встретит состязание по плаванию. Африканец, как он сам себя называет, потомок старинного дворянского рода, архитектор, который мечтает сделать археологическое открытие, меценат и общественный деятель, Петр Шереметьев побывал в Анапе с частным визитом. Осмотрел достопримечательности, поделился впечатлениями. По крайней мере, что-то из этих пройденок до вас дошло. Я просто поражен. Петру Петровичу Шереметьеву рассказывают о самой древней истории места, где сегодня находится город-курорт Анапа – Горгипия, один из портовых городов Боспорского царства, которое объединило греческие колонии на побережье Черного моря. Гость поинтересовался, те ли это камни, которыми была вымощена улица 2000 лет назад. Получив утвердительный ответ, вновь сказал, что поражен. Сын графа Шереметьева, также Петра Петровича, родился в начале 30-х в Марокко, тогда французской колонии. Архитектор, обладатель престижных международных наград, говорит, что археология – его давняя страсть. Я знаю два-три места, где есть такие горбы, под которыми существуют уникальные вещи или блюда, или скульптуры. Я мечтаю туда вернуться, чтобы попасть на что-нибудь интересное. Почему? Потому что я просто возбужден темой археологической, и так мечтаю что-то найти. Шереметьевы – старинный боярский род. Во времена Петра Первого Борис Петрович Шереметьев – один из первых генерал-фельдмаршалов, дипломат и первый, кому в Российской империи был дарован графский титул. Петр Шереметьев – один из тех, кто сегодня сохраняет русскую культуру за рубежом и объединяется отечественников. В Анапе он впервые. Его привез режиссер Светлов с частным визитом. Конечно, мы все здесь встретились и знакомили его с Анапой. Я думаю, что это будет не последний визит. Я первый раз здесь. Во-первых, я приехал с чудным солнцем, с чудным видом на море. А я африканец, родился в Африке. И все, что относится к теплу и к морю, меня просто восхищает всегда. Я желаю Анапе много счастливых годов, развития и спокойствия. Спокойствие – это самое главное в мире сейчас. Нигде не спокойно. Поэтому дай Бог, чтобы здесь, по крайней мере, было спокойно. Петр Шереметьев – известный меценат. Он не исключил, что по итогам визита могут возникнуть совместные проекты. Взаимодействие без посредников. Завтра, 16 марта, в Центре культуры Родина пройдет деловая встреча руководителей предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности с представителями торговли и общепита, санаторно-курортного комплекса и бюджетной сферы. С 10 часов начнет работать выставка-ярмарка, где можно будет приобрести продукты кубанских производителей по доступным ценам. Будут представлены колбасы и мясные деликатесы, молочные и хлебобулочная продукция, мед, разновидности сыра и чая. Также на театральной площади пройдет сельскохозяйственная ярмарка, где можно будет приобрести плодоовощную и мясную продукцию, свежую рыбу и многое другое. И в завершении выпуска информации от наших партнеров. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительные компании приглашают приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. С удовольствием представляем вам еще одного партнера программы новости. Медицинский центр «Анапа-Океан» – это качественная комплексная медицинская помощь, начиная от первичной консультации и диагностики, амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте. «Анапа-Регион.ру». А я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки. Автопарковка. Квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Специальное предложение для женщин. Консультация гинеколога плюс УЗИ всего за 998 рублей. Для мужчин – уролог и УЗИ за 998 рублей. «Анапа-Океан». Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 42419.